Всем привет! Друзья, сегодня у меня замечательный рецепт, улетная скумбрия! Летом готовить обязательно, получается вкусно, ароматно и эффектно, так что давайте начинать! Скумбрию размораживаю медленно, на ночь кладу ее в холодильник из морозилки, и она к приготовлению у меня уже готова. Еще нам понадобится пару луковиц, хороший вот такой вот пучок чесночных стрелок, чайная ложка желатина, чайная ложка соли, и по пол чайной ложки сахара и черного перца. Скумбрию очищаем, убираем голову, хвост, плавники, и теперь разрезаем вот так, вынимаем кости. Стараемся не повредить спинку, чтобы у нас скумбрия получилась в виде книжки. Убираем хребет и крупные кости, тщательно выбираем. С рыбой закончили, теперь займемся овощами. Лучок нарезаем перьями и обжариваем в небольшом количестве масла. В это же время чесночные стрелки пропускаем через мясорубку. И как только лучок немного зазолотится, добавляем чесночные стрелки перекрученные. Немного, буквально щепотку соли, помним, что рыбу мы тоже будем солить. Хорошо перемешиваем и прогреваем, по времени это вот буквально минутка-две, после чего остужаем начинку. Все, кроме желатина, смешиваем вместе перец, сахар и соль. Перемешаем и равномерно присыпаем, присаливаем нашу скумбрию. Прям хорошо, хорошо. Скумбрию перекладываем на пленку, у меня коллагеновая, вы можете взять пищевую, с ней даже удобнее будет работать. На скумбрию добавляем всю нашу начинку, аккуратно распределяем и последний штрих, аккуратно наносим желатин на нашу начинку. У меня вот такой вот мелкий, очень классный желатин, часто его используем и в десерты, и в заливное, и в холодцы, супер. Всю чайную ложку распределяем равномерно. И теперь, помогая себе пленкой, сворачиваем в тугой рулет. Вот такой рулетик получается, если используете пищевую пленку, наматывайте, не жалея, чтобы вода не попадала. А я еще возьму вот так вот и затяну рулет в сетку, чтобы моя коллагеновая пленка прилегала поплотнее. Полученный рулет отправляем в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим после закипания, ровно 20 минут. И главное, хорошо остудить рулет в холодильнике. Мой пролежал 3 часа, вот так вот уплотнился. И сейчас я его нарежу и покажу вам. Отлично режется. Друзья, ну красотища! Сетку, пленку можно убрать, и получится отличная закуска. Вот такой вот рулетик плотный, ароматный и очень вкусный. Я всегда летом готовлю вот такую вот закусочку. Друзья, оставайтесь на другой кухне, с нами вкусно! И каждый день новый рецепт! Жду вас завтра! Пока!